Здравствуйте, дорогие друзья! Она появилась на свет в Москве в феврале 1906 года. Агния родилась в образованной семье. Ее отец Лев Николаевич Волов, ветеринарный врач, и Мария Ильинична, которая после рождения дочери занялась домашним хозяйством. Отец с самого раннего детства учил девочку читать по книге Два Толстого. Отец Агни очень любил произведения этого классика, поэтому на первый же день рождения подарил своей дочери книгу под названием «Как живет и работает Лев Николаевич Толстой». Еще в раннем детстве Агния начала писать стихи. Как впоследствии признавалась сама поэтесса, в первых классах гимназии она отдала предпочтение любовной тематике и списала не один лист стихотворными рассказами о влюбленных маркизах и пажах. Впрочем, сочинять такие стихи ей достаточно быстро надоело, и постепенно подобные стихотворения из ее тетради исчезли. Как и все дети из интеллигентных семей тех времен, Барто обучалась немецкому и французскому языкам, ходила в престижную гимназию. Кроме того, она поступила в хореографическое училище и намеревалась стать балериной. В 1924 году Агния Львовна завершила обучение и успешно поступила в балетную труппу. Однако устроить успешную карьеру на сцене ей не удалось. Труппа эмигрировала, а Агния осталась в Москве. Свои первые произведения поэтесса понесла в госиздат в 1925 году. Мишка-воришка и китайчонок Ван Ли понравились, и стихотворения были опубликованы. Далее последовали сборники стихов «Игрушки», «Братишки», «Мальчик наоборот», «Снегиль», «Болтунгер» и многие другие. Произведения молодой поэтессы быстро обеспечили ей большую популярность одессоветских читателей. Она создавала юмористические и сатирические образы, высмеивала недостатки. Ее стихотворения были больше похожи на дразнилки, и благодаря этому они стали гораздо ближе детям, чем произведения многих других детских поэтов. Образный язык превратил многие строки произведений Бартоа в пословицы и поговорки. Сейчас вы услышите несколько отрывков и попробуйте угадать, из каких они стихотворений. «А болтать-то мне когда? Мне болтать-то некогда!» «Болтунь я!» «Есть такие люди, им все подай на блюде!» «Лялечка!» «Очень плохо жить на свете, если видеть все не так!» «Наш сосед Иван Петрович». «Следуя за модой, себя не изуродуй!» «Модница!» «Случается, что девочки бывают очень грубыми, хотя не обязательно они зовутся Любами». «Любочка!» «Не завидуйте другому, даже если он в очках!» «Очки!» «Хорошо, когда тепло, кто-нибудь поделится!» «Рукавички я забыла!» «При этом Агния Львовна всегда оставалась очень скромным и застенчивым человеком!» «Так на все время она всегда восхищалась Маяковским, но при первой встрече даже не смогла с ним заговорить!» «Впрочем, впоследствии разговор все же состоялся, и Агния много почерпнула из него для своего будущего творчества!» В военные годы Агния Барто вместе с семьей была эвакуирована в Свердловск. Она много выступала по радио, печатала военные статьи, очерки и произведения. В сороковых годах у нее возник замысел произведения о юных подростках, которые трудятся на оборонных заводах у Станпо. Чтобы овладеть темой, она даже освоила профессию токаря и в 1943 году написала произведение «Идет ученик». После войны поэтесса очень часто посещала детские дома, общалась с сиротами, читала свои стихи, над некоторыми детскими домами даже шерствовала. В 1947 году Агния Барто опубликовала одно из своих самых тяжелых произведений – поэму «Звенигород», посвященную детям, у которых война забрала родителей. На реке с восьми часов затевают игры, и от звонких голосов весь звенит «Звенигород». Здесь со всех концов страны собраны ребята. В этот дом их в дни войны привезли когда-то. После публикации этой поэмы ей написала женщина, потерявшая дочку в военные годы. Она попросила Агнию Львовну помочь найти ее. Поэтесса отнесла письмо в организацию, которая занималась поисками людей. И свершилось чудо – мама и дочь нашли друг друга. Об этом случае написали в прессе, и вскоре к Барто начали приходить письма от детей и родителей, которые пытались найти друг друга. Поэтесса взялась за работу, которая не по силам была в то время никому. В ее радиопередаче «Найти человека» дети рассказывали о своих обрывочных воспоминаниях, когда они еще жили с родителями. Барто зачитывал отрывки писем, ей помогали слушатели. Через программу «Найти человека» на радио ей удалось соединить 927 разлученных семей. Первая книга прозы писательницы так и называется «Найти человека». Естественно, о творчестве поэтесса не забывала и продолжала писать книги для самых маленьких. Ее стихи для детей «Дедушка и внучка», «Лешенька-Лешенька», «Медведь и дядя Вова», «Первоклассница», «Вовка добрая душа» и многие другие публиковались большими тиражами и с удовольствием прочитывались с детьми по всей стране. Послушайте сейчас одно произведение «Если б я была дельфином» Если б я была дельфином, и людей спасать могла. Ветер лодку опрокинул, нет ни лодки не весла, Волны, волны без числа. Все сильнее бушует ветер, налетает на причал. Он сорвал рыбачьи сети, он все море раскачал. Если б я была дельфином, я была бы гибкой, длинной, я молчалась, как стрела. Рыбака бы я спасла. В грозном море черно-синий. Гибель ждет его вот-вот. Но раздался свист дельфиней. Вдруг на выручку плывет. Рыбаку подставлю спину, пусть доверится дельфину. Ненадолго, хоть на месяц, я дельфином стать хочу. Все узнаю, все замечу, их повадки изучу. У дельфина тайн немало. Как он слышит без ушей? Как зазывает по сигналам годовалых малышей? Он от всей души резвится, ловко скачет по волнам. Как сумел он так развиться? Непонятно это нам. Ненадолго, хоть на месяц, я хочу дельфином стать. Все увижу, все замечу, стану школьницей опять. Кроме того, по сценариям Агнии были сняты фильмы. «Алеша птицын вырабатывает характер», «Слон и веревочка». Небольшая фильмография включается также к картину «Подкидыш», написать сценарий, для которой Барто помогла Рина Зеленая. Агния Львовна была очень популярной, причем не только в нашей стране. Стихи ее переведены на 72 языка и печатаются в разных странах. Михалков так писал об Агнии Барто. «Спросите у любого пятилетнего человека, еще и книгу-то в руках не умеющего держать. Почитать тебе Барто?» И он кивнет головой. Барто – это для него значит понятные, веселые и интересные стихи. Это значит, он услышит о таких же ребятах, как он сам, или постарше, и услышит чистую правду, потому что поэтессы отлично знают все детские проказы, маленькие хитрости и уверят весело обо всем рассказывать, и может весело пошутить. Агния Львовна Барто – удивительный человек, большой друг детей нашей страны и всего мира. Девизом творчества которой стали слова «Я дарила детям радость, а дети возвратили мне молодость». Даже в 75 лет. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка.